Государственный язык Израиля, иврит, дословно еврейский, является осовременной формой древнееврейского, одного из наиболее древних и значимых языков мира. Несколько сотен лет он был живым, а затем более двух тысяч лет, подобно латыни и санскрыту, использовался исключительно для нужд религии и литературы. В конце XIX века он вновь стал языком живого общения, а в 1048 году был провозглашен государственным языком Израиль. Древнееврейский язык принадлежит к северо-западной группе «Семитской ветви» афразийской языковой «Семи», известной также как «Семи-Тахамитская». К этой же группе относятся несколько нинем мертвых ближневосточных языков. Хананский, Анжафиникийский и близкие ему Муавитский, Амонитский и Эдомитский. Языки, существовавших в древности к востоку от Мертвого моря государств Муав, Амон и Эдом. Эти языки вместе с древнееврейским образуют хананскую вод-группу северо-западных семитских языков. Алфавит языка иврит, называемый иногда квадратным письмом, состоит из 22 букв финикийско-арамейского происхождения. Он является консонатным, то есть буквами обозначаются долгие звуки и те гласные, которые в древнееврейском языке были долгими. Остальные гласные обозначаются составленными из черточек и точек особыми значками – огласовками, на иврите никудот, которые кроме одной проставляются под буквой и читаются вслед за ней. Текст, содержащий огласовки, называется огласованным. С полным набором огласовок издаются, как правило, поэтические сборники, религиозная и детская литература, учебники, грамматики и словари. Литература и пресса, рассчитанная на изучающих иврит или владеющих им в достаточной степени. Остальные тексты издаются неогласованными, то есть не содержащими огласовок, за исключением тех случаев, когда огласовки необходимы для правильного отпрочтения неевритских слов или имен. Как в большинстве семитских языков, направление письма в иврите – справа налево. Коречки книг находятся справа, и книги листаются в направлении слева направо. Цифры, включая вписанные в текст, следуют в направлении слева направо. Письмо иврита не знает деления на прописанные и строчные буквы, однако имеются большие различия между печатными и рукописными вариантами. Рукописные буквы за некоторыми исключениями не соединяются друг с другом и пишутся раздельно. Буквы имеют также числовые значения и используются для обозначения дат по традиционному еврейскому летоисчислению, для нумерации глав и в некоторых других случаях. По сравнению с древнееврейским языком, в иврите произношение некоторых букв изменилось, поскольку современный язык не перенял в полном объеме фонологическую систему древнего. Субтитры создавал DimaTorzok